Итак, я еще не представился. Меня зовут Виталий, я фронтендер-разработчик Колеса Групп. На слайде я как раз-таки оставил контакты Телеги. Туда пишем, если увидите Ниндзю. Ну или после доклада, если по какой-то причине вы не успеете задать вопрос, можете написать мне, адресовать их в Телегу, я с радостью вам на них отвечу. Какие вообще цели у этого доклада? После него я надеюсь, что вы узнаете, первое, кто такой фронтендер и чем он занимается. Второе, узнаете, какие ошибки совершают фронтендеры в начале карьеры. И третье, ну и самое важное на самом деле, это вы сделаете какие-то выводы и станете лучшей версией себя. Доклад разделен на два основных блога. В первом мы спросим, кто такой фронтендер, попытаемся на это ответить. И во втором блоге мы как раз-таки разберем все ошибки, которые допускают начинающие фронтендеры. Что ж, давайте начнем и будем сразу к делу. Кто вообще такой фронтендер? Что вообще первое приходит в голову, когда вы слышите слово фронтенд? Большинству людей, включая меня, это CSS, HTML и JavaScript. Это три основные столпа, на которых стоит весь фронтенд, по сути. Звучит просто, верно? Но зачем вы глубже погружаетесь в сферу, гуглите, изучаете, читаете статьи и понимаете, что у вас в голове уже не тресанных столпа, а еще куча разных, миллион других названий технологий и фреймворков, о которых вы просто, знаете, статью прочитали, смотрите, о, какая-то новая технология, нужно прочитать. Вот у вас в голове это сидит, что нужно вот когда-то об этом посмотреть, и оно просто засоряет вам мозги. Вот. И вас закинут все новыми-новыми словами, технологиями, фреймворками, пока это просто не разрывает вас на части, не выходит там в какую-то сторону писать питон на джанго или джава на спринге. Это, кстати, ни в коем случае не камень в огород питона или джава, просто для аналогии здесь привожу. В комьюнити еще также ходит такая старшилка про фронтенд, что во фронтенде каждый день рождается тысячу разных новых фреймворков и библиотек. Я это вижу вот так. Примерно вот так я себе это представляю. Это, кстати, наша HR-команда, они выиграли на конкурсе в Хэллоуин. С вот этой фотографией. Получается, джуны, медлы паникуют, не понимают, что происходит, когда появляется новая библиотека, а сеньор пытается успокоить, что все хорошо. И, как вы понимаете, такая история еще больше усугубляет и так неверное отношение к фронтенду на старте профессии. Несколько лет проработав на фронтенде, я предлагаю изменить наше мышление и забыть эту страшную страшилку про фронтенд. Давайте немножко абстрагируемся от всех вот этих названий, новых названий модных технологий и вернемся к основам. Это станет ключом к нашему желанному изменению. Что вообще у нас лежит в основах фронтенда? Это то, что мы вспомнили в самом начале. Это наши три основных залпа. Это HTML, CSS и JavaScript. Теперь давайте пофантазируем. Я хочу, чтобы вы представили у себя в голове какого-то человека любой внешности. Например, себя. Я представляю себя. Попробуйте на время убрать из этого человека всю персону и характер. Посмотрите на него просто как на какой-то, знаете, продукт, на творение. И теперь мы попробуем представить этого человека как творение фронтенда. Что же мы получим? HTML? HTML станет скелетом нашего человека. Это его органы, мышцы, его конечности, его форма. CSS — это внешность. Это его цвет глаз, цвет волос, форма носа и прическа. А JavaScript станет душой его. Это его движущая сила, способность меняться и двигаться. И теперь, если взять вот всех человечек, которые вы представляли у себя в голове, и сравнить их между собой, вы не найдете и двух одинаковых. Потому что каждый человек, каждый из нас представляет вот этого человечка по-своему, с разной формой, цветом, цветом кожи, цветом глаз и характером. И таким же образом кто-то создаст красивый, неполезный сайт, с которого потом будут рисовать и придумывать другие сайты, а кто-то создаст просто какого-то Франкенштейна, на которого только кровь из глаз идет. Фронтендер — это как раз тот человек, который влияет на то, какой опыт пользователь получит от вашего сайта. Нравится ли ему пользоваться вашим сайтом? Получает ли он от вашего сайта какую-либо пользу? Приятно ли пользоваться вашим сайтом? Какое мнение и впечатление пользователя сложит на вашем сайте? Это и есть компетенция фронтендера. Давайте же определим, подведем итог, кто же такой фронтендер. Фронтендер — это человек, который своей работой формирует мнение и вдохновляет пользователей. Он соединяет дизайн и технологии и создает с помощью них полезные и красивые продукты, которые влияют потом на жизни многих людей. На слайде я выделил слово «многих», потому что для каждого фронтендера, для каждого человека — это разное количество людей. Кто-то может написать сайтик, показать его родным и друзьям, а кто-то запилит фичу, которой потом пользуются миллионы людей. Но здесь важно не само количество людей, на которых они влияют, а именно тот факт, что вы своей работой как-то влияете на восприятие других людей. Теперь, когда мы ответили на вопрос, кто же такой фронтендер и чем он занимается, давайте рассмотрим, какие ошибки фронтендер может допустить в своей карьере. Итак, ошибки фронтендера. Я не просто так в самом начале акцентировал ваше внимание на основах фронтендера, на HTML и CSS в жеваскрипте. Этим я подводил вас к самой большой, по моему мнению, ошибке, которые допускают фронтендеры в начале своего пути. Это недостаточная практика основ. Люди, которые приходят во фронтенд, отвлекаются на новые модные технологии, и они уходят от изучения основ к синтаксическому изучению каких-то библиотек и фреймворков. Например, если пример приводить, то человек без знаний основ, но со знанием какой-то библиотеки, он может как бы написать, механически написать код, который работает, но сказать почему и как какие-то части этого кода работают, он не способен. Что я могу вам посоветовать в данном случае? Это сводите к основам. Всегда сводите изучение библиотек и фреймворков к основам. Библиотеки сами по себе, они никогда не придумывают ничего нового. Они работают уже на существующих принципах работы веба, на существующих принципах работы наших столпов, HTML, CSS, JavaScript. И по сути, они являются таким инструментом просто для облегчения и ускорения работы. Таким образом, даже в принципе, можно вам самим написать какой-то свой фреймворк, который ускоряет вашу какую-то работу, и если он станет популярным, на уровне Vue, React, будет классно. Также библиотеки и фреймворки, они имеют тенденцию устаревать и меняться, поэтому стоит больше знаний вложить именно в тренировку основ. Следующая большая ошибка – это механический код. Это то, о чем я упомянул в первой ошибке. Это связано с тем, что ребята, когда учат какой-то фреймворк, они учатся как-то реально синтаксически просто писать, не понимая, что этот код внутри себя делает. То есть, как я и сказал, фреймворк – это просто какой-то инструмент для облегчения и ускорения работы. И когда вы учите фреймворк, нужно всегда разбираться, как какие-то определенные фичи работают, чтобы лучше понимать и лучше писать свой код. Результат этой ошибки обычно такой – с плохим пониманием фреймворка или какой-то библиотеки невозможно писать хороший производительный код. Это плохо сказывается на всем – на сроках задачи, на дебаггинге, на качестве кода, и так все сказывается плохо на ваших коллегах, которым потом этот код все-таки читайте и разбирайте. Я бы постарался подобрать максимально подходящую гифку под эту проблему – это знание, как махать ракеткой, не делает из вас хорошего фенесиста. Точно так же знание, как механически использовать фреймворк, не сделает из вас хорошего фреймдейдера. Что я могу посоветовать? Задавайте себе вопросы. Будьте ненасытными. Используйте какой-то фреймворк, какую-то его фичу, задавайте себе вопросы. Как эта фича работает? Если не можете ответить, то копайте, изучайте. Совет из первой ошибки – сводите все к основам. Потому что, по сути, все это JavaScript, CSS или HTML какой-то степени. Зачастую можно добиться какой-то цели разными путями, используя разные библиотеки и разные фичи. В этот момент у вас должен в голове возникнуть вопрос – почему я использую эту фичу, а не какую-то другую? Если не можете ответить на этот вопрос, то, опять же, копайте, изучайте. Вы уже пока не сможете ответить на этот вопрос и взвесить свое решение. Докапывайтесь до правды. Будьте ненасытными. Следующая проблема – это неосведомленность о рынке труда и технологий. Ошибка происходит из-за неточной или неактуальной оценки трендов во фронт-энде и вообще в рынке труда в целом. Ошибка такая появилась как раз-таки из-за очень быстро развивающейся фронт-энд индустрии. Множество ресурсов, они появлялись и быстро теряли свою актуальность. Эта ошибка сейчас не так распространена, как раньше, потому что фронт-энд индустрия в целом более-менее устаканилась, сейчас имеет свое направление. Но более обдуманно подходить к изучению рынка, к выбору, после первого выборка, все-таки стоит. Что я могу посоветовать здесь? Тут все просто. Take your time. Уделите больше времени на изучение рынка труда и индустрии фронт-энда в целом. Попробуйте держать пульс на появление новых технологий. Но, здесь очень важное но, да, это не значит, что нужно с головой сразу прыгать в новую появившуюся технологию и внедрять ее в какие-то важные проекты. Нужно именно держать руку на пульс, то есть быть в курсе, куда двигается индустрия. Потом, попытайтесь отсеять устоявшиеся и стабильные технологии от просто хайковых. Обычно, если вы с разбега прыгаете на хайп-трейн, в хорошем это никогда не заканчивается. Следующее. Изучите тренды. Что вообще люди говорят об определенных технологиях? Как изменился тренд по отношению к предыдущему году? Здесь вам помогут такие мировые опросники, как State of CSS и State of JS. Они каждый год опрашивают тысячи веб-разработчиков по всему миру об трендах и отношении к фронт-энд-индустрии в целом. И строят очень полезные и красивые графики, на которых вы можете посмотреть вообще состояние индустрии, какие-то технологии. Куда они двигаются, что становится популярным, что наоборот теряет популярность. Потом. Изучите рынок вакансий регионально. Здесь очень важная приметка, что регионально. Вообще, что сейчас хотят работодатели в том регионе, в котором вы хотите работать? Ведь даже по Казахстану регионально запросы работодателей, они могут меняться. Могут сильно меняться. И последнее. Это найдите вакансию мечты. Если у вас есть компания мечты, в которой вы хотите работать, найдите там активную вакансию. И стремитесь к получению знаний по какой-то уже существующей вакансии. Следующая проблема – это выбор первого прибора. Это ошибка лично от меня. Я столкнулся с такой проблемой, когда только начинал в фронтенде. Когда я начинал, мне хотелось очень много всего разного попробовать. Особенно, когда в голове вот столько много разных решений из технологий. Вью, реакт, ангуляр, еще что-то. И все хочется попробовать. И на это времени, на самом деле, в начале карьеры лучше не тратить. Постоянно перепрыгивая с одной технологией на другую. Вот я этим занимался. И, по сути, в каком-то времени я понял, что я не получил каких-то глубоких знаний ни в одной библиотеке, ни в одном приборке. Стал, так сказать, мастером на три. Здесь я могу посоветовать просто выбирайте быстрее. Не думайте долго насчет выбора технологий. И, по большому счету, это не повлияет кардинально на вашу перьеру. Просто выберите какую-то технологию и углубляйте знания в ней. Как я говорил, библиотеки и фрейборки, это, по сути, это такая оперка на JavaScript, который просто ускоряет вашу работу. Они все работают на одних и тех же принципах. И кардинально чего-то инновационного никакая библиотека не привносит. И отсылает к первой ошибке хороший продленный разработчик, хорошо знает основы и поэтому может быстро изучить новый фреймворк и работать уже с ним. Следующая проблема. Идеально не бывает. Такую ошибку совершал я и до сих пор на самом деле совершаю. И этим страдают не только IT-какие-то разработчики, айтишники, а вообще многие люди. Это перфекционизм. Это когда хочется дооптимизировать свой код до самого производительного. Когда хочется дорефакторить код до идеального состояния. Когда хочется допланировать фичу до последней гоночки. Мой совет здесь – остановитесь, пока не поздно. Идеально не бывает. Я очень долго привлечал себя к тому, что перфекционизм – это плохо. И вам советую сделать то же самое. Идеального года не существует. Идеального плана не бывает. И идеальный отрифакторить тоже не получится. И с этим просто нужно смириться и с большей пользой тратить свое время. На практике обычно выходит так. Допустим, у вас есть какая-то задача. Вы либо делаете ее хорошо. Вы тратите на это примерно 2-3 дня. И переходите к следующей задаче и делаете опять что-то еще более полезное. Или вы стараетесь делать идеально. Тратите на это 7-8 дней, 2 недели, месяц. Не дай бог месяц. И к этому времени рамки задачи, которые вы делаете, не размываются. Вы уже не можете вспомнить, что и для чего вы делали неделю, 2 недели назад. Потому что это очень сложно разместить в голове. И вот до идеального состояния обычно происходит так, что на протяжении всего процесса до идеального состояния всегда чуть-чуть. Вот сейчас я еще чуть-чуть доделаю и будет идеально. Но этого никогда не произойдет, поверьте мне. Это чувство вас никогда не покинет. Вывод. Лучше просто сделать хорошо. И с большей пользой потратить свое время, сделать больше, задать больше полезного сделать, чем пытаться достигнуть какого-то идеального состояния, чтобы никогда этого не достигнуть. Нужно уметь восстановиться вовремя. Следующая ошибка, она возникла, опять же, из-за быстрого роста индустрии и из-за количества разных инструментов библиотеки пророков, появлявшихся изо всех тырков. Это библиотечная болезнь. Библиотечная болезнь связана с непреодолимым желанием на каждый чип, используя какую-то библиотеку. Это очень часто ошибка, особенно когда у тебя подходит тысячи разных библиотек, которые делают то, что вам нужно. Очень простой пример. Допустим, вам нужно вывести на страничку какую-то дату в каком-то формате. И вы для этого одного раза подключаете библиотеку, которая зачастую тащит еще десяток разных зависимостей от этого, тоже еще какой-то сторонний код. Это обычно приводит к тому, что страдаете в итоге и вы, и пользователь, который потом пользуется вашим сайтом. Пользователь страдает. Почему? Потому что вы на подключение тысячу разных библиотек, и это тупо тормозит сайт. А вы страдаете, потому что поддерживать такой код очень тяжело и проблематично. Вам приходится очень много времени тратить на репартеринг кода, и по итогу выпил этих библиотек, которые вы сначала добавили. Что я могу здесь посоветовать? Взвешивайте пользу. Всегда оценивайте, какую пользу приносит вам использование стороннего кода. Это всегда трейд-опс между временем и трудностями поддержки в итоге. Также в оценку нужно включать то, насколько надежный сторонний код, который вы включаете. Какая у него лицензия, есть ли у него поддержка, поддерживает ли код разработчик, или как быстро решаются проблемы. Ну и, конечно, самое важное – это время. Если сторонний код экономит вам час времени только сейчас, то, я думаю, все-таки не стоит подключать к библиотеку и сделать какое-то свое решение. А если сторонний код экономит вам часы времени, и, возможно, не только вам, каждый день, то ее, конечно, можно рассмотреть. Всегда отвешивайте пользу перед добавлением какого-то стороннего кода. Ну и последняя проблема на сегодня, последняя ошибка – это забывать про пользователя. Это про то, когда вы и дизайнер забываете, что у вас есть очень много разных пользователей. Самый частый пример из моей жизни. Допустим, дизайнер рисует на макете какую-то маленькую кнопочку и кнопку в углу экрана. Вы, естественно, переносите по макету, все красиво. А потом человек со старым телефоном, с маленьким экраном и с пальцами с ордельками просто не может попасть в эту кнопку. Это создает для него дикий дискомфорт. И это только один пример того, как ваш интерфейс или ваша фича становится неэффективной или юзабельной. Помните о том, что у вас очень много разных пользователей. Многие из них физически ограничены. Они могут плохо видеть, иметь плохую моторику или элементарно быть старыми людьми. И это люди, о которых вам нужно позаботиться, как фронтендинг. Мой совет здесь такой. Всегда думайте о том, как будут очень разные пользователи пользуются вашим интерфейсом или вашей фичей. Ведь код вы пишете для себя, но фичу вы всегда делаете для людей. Так, теперь давайте подведем итог. Не будем концентрироваться на ошибках. Давайте сконцентрироваться на каких выводах мы можем сделать. Первое. Сводите к основам. Изучение новых технологий всегда сводите к основам. Это наши тресленные столба. HTML, CSS и JavaScript. Второе. Задавайте себе вопросы. Никогда не пишите механический код, в который вы не можете понять, как он работает. Задавайте себе вопросы, докапывайтесь на основу. Третье. Изучите тренды и рынок. Найдите свою вакансию мечты и стремитесь к ней. Ну и, естественно, следите за тем, куда индустрия вообще двигается и что больше нового появляется. Четвертое. Выбирайте фреймворк быстро. Не тяните с выбором. Просто выберите и сконцентрируйтесь на одном какой-то фреймворке. Потому что, по сути, кардинально на вашу карьеру это не повлияет. Пятое. Остановитесь вовремя. Это про то, что идеально не бывает. Лучше сделать хорошо, просто хорошо, но принести больше пользы, чем стараться сделать идеально, никогда этого не достигнуть. Шестое. Взвешивайте пользу. Это про библиотечную болезнь. Всегда взвешивайте пользу, которую сторонний код вам приносит. Ну и последнее. Думайте о пользователе. Думайте о том, как очень разные пользователи будут пользоваться вашим интерфейсом или вашей кинчей. В принципе, на этом у меня все. Надеюсь, что было полезно и многие вещи останутся у вас в головах, а не пропадут через 30 минут. Ведь много из этого, на самом деле, применимо не только во фринтенде, а вообще в IT-индустрии в целом. И будет полезна даже в некоторых повседневных, в повседневной жизни. А я надеюсь, что после моего доклада каждый из вас станет чуть более лучшей версией себя. И, в принципе, у меня на этом все. Приходите в Апрокент. У нас классный.